Девушки отдыхают В детстве он мечтал стать художником и пробовал свои силы в литературе, однако совершенно случайно выбрал путь служения сцене. Актёр Евгений Самойлов – настоящая легенда советского театра и кино, глава замечательной актёрской династии и человек, благодаря которому зрители до сих пор с удовольствием пересматривают старые фильмы. Родился Евгений Самойлов 16 апреля 1912 года в Санкт-Петербурге. Отец был путиловским рабочим, а мать – домохозяйкой. Простая, но дружная творческая семья привила Евгению любовь к живописи и литературе. Он часто бывал с отцом в театре, но не задумывался о том, чтобы самому стать актёром. После окончания школы он поступил в художественный политтехникум, рассчитывая стать живописцем, но через год учёбы, неожиданно для себя, пошёл на вступительные экзамены в школу при Ленинградском театре актёрского мастерства. Самойлов вспоминал, что решил поддержать друга, который мечтал быть актёром, но неожиданно сам был принят сперва в школу, а затем и в театральную труппу. Становление Самойлова как актёра – отдельная история, не лишённая драматизма. В какой-то момент ему пришлось выбирать между живописью и театром. Предпочтение было отдано сцене. С тех пор актёр ни разу не брал в руки кисть, считая, что к выбранной профессии нужно относиться со всей серьёзностью. Именно поэтому первый опыт работы в кино разочаровал Евгения Самойлова. К тому времени он уже служил в театре Мирхольда, участвовал в классических постановках по пьесам Островского, Чехова, Грибоедова. Эпизодическая роль в фильме «Случайная встреча» не принесла Самойлову морального удовлетворения. Он посчитал, что потратил своё время зря. Эта уверенность окрепла после работы над фильмом «Том Сойер», в котором актёр сыграл доктора. «Как дела, джентльмены?» «А, доктор. А вот то, что вы просили мистера бездорфа». «А, спасибо, мои мальчики». «А в городе говорят, что вы режете лягушек на мелкие кусочки, правда?» «Правда». «А зачем? А чем?» «Ты ведь знаешь, что я доктор. А в нашей стране запрещено заниматься медициной наглядно». Спустя три года режиссёру Довженко пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить Евгения Самойлова попробовать себя в кино ещё раз. Роль ему была предложена непростая, но интересная. Николай Щерус в одноимённом фильме. «Я люблю тебя, батько. Но если уж так, мои богунцы уничтожат твою бригаду. А я убью тебя тут же на месте! И сам погибну! И хай ты не гибнет! Чёртовой матери, всё! Ты меня знаешь, батько!» Самойлов рискнул и не прогадал, так как за эту работу был удостоен сталинской премии. Тем не менее, до конца жизни актёр скептически относился к кинематографу, считая это развлечением, а не серьёзной работой. Но это не помешало ему сняться в пяти десятках фильмов, среди которых «Сердца четырёх», «Адмирал Нахимов», «Борис Гутунов», «Спас под берёзами» и «Они сражались за родину». Тем не менее, для Евгения Самойлова до конца жизни приоритетом оставалась несъёмочная площадка, а театральная сцена. Десятки образов, работа над сложными и порой даже эпатажными спектаклями. Всё это не только вдохновляло актёра, но и делало его популярным среди московских знатоков театрального искусства. Женился актёр довольно рано, в 19 лет. Его избранницей стала студентка технического вуза по имени Зинаида. Вместе супруги прожили более 60 лет. Примечательно, что в этом браке на свет появилось двое детей, которые также выбрали актёрскую профессию. Татьяна Самойлова стала одной из самых востребованных актрис постперестроечного периода, а сын Алексея также пошёл по стопам отца. Однако его успехи в актёрской профессии оказались менее значимыми, чем у сестры. Советского актёра Евгения Самойлова не стало 17 февраля 2006 года. Талантливый актёр прожил долгую интересную жизнь, навсегда вписав своё имя в историю советской сцены. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного!